Продолжение следует... 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 Мы получаем прекрасный ответ. Лимфоузлы ушли по легким более 40%. Мы назначим умовилумаб. Мы получим хорошую ВБП, мы получим хорошую медиану общей выживаемости, даже если он спрогрессирует. И это стандарт лечения. Правда? Правда. Случится так, что он проживает в том регионе, где вот ему предложили химиотерапевтические каникулы. Мы понимаем, что его ВБП составит в среднем 2,1 месяца по данным литературы. Он получит вторую линию. И в том числе вы понимаете, что его медиану общей выживаемости будет составлять 16-18. Это не стандарт, но это жизненно. Дальше. Ну, федеральный центр, крупные ученые, замечательные, стабильные ребята. Они говорят, давайте рассмотрим лучевую. Может быть, с эстектомией ему сделать? А может, метастасэктомию сделаем? Ну, почему? Нет. Собственно, вот видение мое на этот вопрос. Хирургия лучевая при метастатическом рахипростаты. Как у меня в отделении оказался велосипед? Ну, в том числе. Давайте посмотрим. Современные рекомендации пишут нам о том, что и лучевая терапия, и цистектомия занимают очень интересное маленькое место в лечении пациентов метастатического рака мочевого пузыря. Палеотив. Скажем так. Что касается лучевой терапии в НССН, да, по сути дела, тоже палеотив. Я сейчас не беру про кости, там, вот это вот все. Нет, я беру про первичный очаг и метастазы. Что касается удаления метастазов. Вот здесь вопрос более интересный. Потому что, если лучевая терапия говорится уже как сугубый палеотив, то метастасэктомия уже, как вы знаете, коллеги, немного интереснее ситуация происходит. Здесь уже нельзя сразу сказать, что мы отметаем это и уходим в топку. Упоминается. И более того, все пациенты, которым надо хотя бы не то что предложить, а рассмотреть их на метастасэктомию, должны однозначно получить перед этим химиотерапию. Однозначно должен быть зафиксирован хороший ответ. И если попробовать суммировать за недостатком времени, кого мы можем рассмотреть как потенциальных кандидатов на метастасэктомию при метастатическом раке мочевого пузыря, то это действительно совершенно сохранные люди с хорошим ответом на системную терапию. Пусть у них будет радиологический полный ответ по пузырю и такая же ситуация по метастазам, как у нашего товарища. Удалимые технические метастазы. И, конечно, по данным литературы, которую пришлось все-таки читать и очень много, предпочтительной локализацией являются легкие и внетазово-лимфатические узлы. Это вот одна из нескольких опубликованных серий. Есть серии и новее, и старее. Просто посмотрите, какие метастатические очаги подвергались, собственно, ну да, резицированные сайты. Здесь есть и легкие, здесь есть и лимфатические узлы. Да, количество пациентов не столь велико, как нам хотелось бы. Да, здесь нет высокого уровня доказательности. Но цифры, которые мы видим по пятилетней общей выживаемости, это цифры просто для того, чтобы задуматься, прежде чем отбросить метастазы к томию в топку сразу. У нас ведь не экспертный совет. Сейчас мы не должны вырабатывать каких-то рекомендаций, по которым будет работать Россия или по очечайнию весь мир. Я понимаю, что моя задача зародить или забросить в наши с вами умы ряд мыслей, которые, возможно, придут нам в голову и, возможно, помогут кому-то из наших пациентов, чем я, собственно, и пытаюсь заниматься. Несомненно, работа продолжается. Вы видите, что некий спад в количестве работ, посвященных метастаз-эктомии в последние годы, я ставлю три к одному, что это связано с появлением новых лекарственных препаратов. Это совершенно точно. Но все равно работают. Да, в русско... Кстати, тоже, коллеги, я должен судим-то об этом сказать. Мы все говорим русско, но говорить мы должны роко. Потому что это российское общество клинической онкологии по-русски. А мы все русско-русско. Это неправильно. Не по-славянски. Что касается того, что мы можем еще предложить нашему пациенту. Мы можем предложить новое светлое. Это не значит, что мы сейчас все хватаем и бежим, теряя тапки, назначаем пациенту то, о чем я скажу сейчас. Это комбинация инфрутумаба с пембра, результаты исследований кенота 39, и, соответственно, неволумаб с гемцисом. Совершенно коротко. Это не моя задача. Но мы должны понимать, что нас ждет в перспективе. И, насколько мне известно, да поправит меня мой не оппонент, но коллега и друг Илья, европейские страны уже этим практически занимаются. Если нашему пациенту провести 6 циклов химиотерапии с исплатином и добавить ему пембролизумаб дальше в поддержке, то мы можем достигнуть достаточно интересных результатов. И исследование, которое было проведено, оно очень похоже на ту когорту больных, которых мы встречаем в жизни. И по метастатическим сайтам, и по соматическому статусу. И получается, что, в общем-то, неплохие получаются кривые по общей выживаемости. Да, сейчас, наверное, нашему пациенту, только если он очень социально значим, и ему в Европе это порекомендует, мы, наверное, это поддержим. Ну, профиль токсичности – это совершенно та цена, которую платят наши пациенты за лечение. Что касается GC и Niva. Совершенно подобное исследование с предварительно неплохими результатами. Да, надо подождать, пока пусть все еще созреет. Но уже hazard ratio, который мы видим, и форму кривых позволяет нам сделать вывод, что, возможно, об этом мы будем говорить в следующем, либо в конце следующего года. Что касается заключения, да, да, имеет место перспектива эта схема. Поэтому получается, что у нашего пациента он должен лечиться по стандарту, о котором уже сказал Илья. Это совершенно однозначно. В нашу нынешнюю эпоху лекарственная терапия по стандарту платиносодержащей терапии с поддержкой авилумабом – это, что называется, вындополож. И это не кулинария. Здесь нет авторских рецептов борща, которых только я знаю штук 10. Это то, как мы должны работать. По стандарту. Альтернативные, то бишь другие режимы предпочтения, в которых мы можем рассмотреть и метастасоктомию. Но упаси Господь делать это всем. Это даже не кино не для всех. Это даже не авторское кино. Это эксклюзив, перед просмотром которого вы должны тщательно взвесить, готова ли не только ваша психика, но и условия для выполнения этих операций, манипуляций и последующие наблюдения за этими больными. Что касается совета юриста, у меня еще есть минута, товарищ судья. Что касается совета юриста, когда я ему сказал, слушай, у меня вот такую программу прислали, и мой адвокат сказал, говорит, дело безнадежное. Вообще даже не пытайся что-то защитить. Я говорю, а что делать-то? Я не могу отказаться. Он говорит, попробуй обратить внимание суда на некоторые факты, и, быть может, твой подзащитный, соответственно, получит не 15, но хотя бы 9. Я говорю, интересно, ну, пожалуйста. Поэтому из того, что мне пришло в голову, несомненно, мы должны понимать, что термин альтернатива имеет свое значение в медицине. Альтернативный режим ни в коем случае не может быть противопоставлен существующему стандарту, но может заменить его или быть с ним комбинирован, если это возможно. Нельзя использовать альтернативный режим вместо стандартного без объективных причин, будь то состояние пациента и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд, только состояние пациента является, ну, состояние имеется в виду характеристики, является поводом для замены стандарта на альтернативу. Более того, мы понимаем, что сегодняшняя альтернатива, когда она будет иметь тот самый уровень доказательности и степень рекомендаций, запросто может стать стандартом. А может и нет, это мы увидим. Но на сегодняшний момент, как бы нам ни хотелось, эффективным методом лечения мышечно-инвазивного и метастатического, вот метастатического раковочевого пузыря, является лекарственная терапия по существующему стандарту. Спасибо. Денис Георгиевич, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.